Календарь автомобильной истории Календарь автомобильной истории В итальянском Турине родился Джузеппе Нуччо Бертоне. После Второй мировой войны он унаследовал от отца Джованни Бертоне свое королевство высокой моды – знаменитое кузовное ателье «Карацерия Бертоне». Вот только некоторые из шедевров ателье Бертоне, прославившие его имя – Альфа Ромео Джульетта Спринт, Ламборджини Мюро, Ламборджини Каунт Тач, Феррари Дина 308 GT4. Бертоне проектируют кузова не только для эксклюзивных спортивных машин, но также и для массовых моделей – Део Эсперо, Симка 1200С Купе, Волио 780 Купе, Ситроен Ксантия, Берлинго, Бэй Икс и множество других. В этот день, в 1925 году над Парижем зажглась гигантская реклама – слово «Ситроен». Название фирмы написали сверху вниз на Эйфелевой башне 250 тысячами ламп шести цветов. Согласно книге рекордов Гиннеса, рекламу марки «Ситроен» можно было видеть на 38 километров. Эмблему разобрали в 1936 году. 4 июля 1932 года стартовал первый испытательный пробег 10 грузовиков ГАЗ-2А производства Горьковского автомобильного завода. Он прошел по маршруту Нижний Новгород, Москва, Псков, Витебск, Смоленск, Москва, Нижний Новгород. Полуторки прошли более 3000 километров и вернулись без поломок и существенных нареканий. 4 июля 1953 года «Вольво» представила на суд публике первый экземпляр модели PV 445, которая прославилась под именем «Дуэт», отражавшим двойственную сущность машины. Покупатель PV 445 получал два авто в одном – практичный и вместительный рабочий фургон и комфортабельный семейный автомобиль. 4 июля 1954 года на Гран-при Франции состоялся дебют в Формуле-1 гоночных автомобилей Mercedes-Benz V196. Их кузов F1 полностью закрывал колеса. На первой же тренировке Хуан Мануэль Фанхио впервые в истории европейских гонок превысил среднюю скорость в 200 километров в час. В этот день в 1957 году итальянский Fiat выпускает новинку – модель Nuova 500. Наследница довоенного Fiat 500 Topolino, получившая двухцилиндровый двигатель объемом 479 кубических сантиметров с воздушным охлаждением, позиционировалась как дешевая и практичная городская машина. Новый 500 изменил представление о маленьком автомобиле и считается одним из первых образцов ситикаров. В Италии он стал культовым автомобилем. В Турине перед зданием дирекции концерна Fiat на постаменте установлена мраморная копия Nuova 500. 4 июля 2002 года состоялся первый официальный выезд королевы Великобритании Элизаветы II и ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа на Bentley Arnash Red Label. Так названа модель роскошного лимузина, кузов которого оказался выкрашен в благородный красно-бордовый цвет. На создание автомобиля и его ручную сборку ушло почти два года. Королевский Bentley Arnash Red Label был оснащен двигателем мощностью 400 лошадиных сил, который позволяет автомобилю разгоняться до 210 км в час. Заправлять машину можно сжиженным газом, благодаря чему существенно снижается выброс вредных веществ. Автомобиль был подарен компании Bentley королеве Елизавете II к 50-летнему юбилею ее пребывания на престоле. 4 июля 2007 года, ровно через 50 лет после дебюта культовой модели Fiat 500 Nuova, итальянский концерн выпускает современную версию 500-го, по-итальянски Чик Винчента. В этот день, в 2010 году, на испытательном треке Volkswagen ERA Leysen установлен новый рекорд скорости среди серийных автомобилей. Автомобиль Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, управляемый официальным тест-пилотом компании Bugatti Пьером Андрей Рафанелем, двигаясь по треку, смог развить скорость почти 428 км в час, а в противоположном направлении 434 км в час. Таким образом, зафиксирована максимальная средняя скорость 431,72 км в час. 4 июля 2011 года с производственной линии Land Rover завода Helwood в Ливерпуле в Великобритании сошел первый серийный Range Rover Evoque. Первый автомобиль был передан в Фонд исторического наследия автомобильной промышленности в Великобритании в Британский музей автомобильной истории. 4 июля 2012 года Калужский завод Peugeot Citroёn Mitsubishi автомобиля Rus начал серийное производство нового седана Peugeot 408. В этот день, в 2012 году, с конвейера завода Ford Solaris в Елабоге сошел 5000-й Ford Transit. Юбилейным стал цельнометаллический фургон белого цвета с длинной колесной базой с дизельным двигателем 2.2. 4 июля 2013 года японский автоконцерн Nissan презентовал обновленную версию модели Micro. Новый Nissan Micro укомплектован мотором с рабочим объемом цилиндров 1.2 литра мощностью 80 и 98 лошадок. Модель оснащена системой помощи при парковке, камерой заднего вида, сенсорным дисплеем с навигационной системой. Ну а на сегодня всё. Завтра ждёт нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 8 вечера на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск «Календаря». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, так вы не пропустите ни одной новой серии. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет замечательно, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»